Только ленивый, наверное, не тыкал в глаза тем, что у вас на пешеходной зоне разрушенное старинное здание под пленкой. Пленку потихоньку снимают. Вид, в котором торговый дом Сухов и сыновья ждал реставрации, перестает пугать. Из здания не торчат деревья, его не терзают ни стихии, ни вандалы. В 19 веке семья Суховых возводила дом два десятилетия, а в наши дни еще больше срок он прождал восстановление после пожара 98-го. У меня версия такая, что как раз пребывание одного и другого Сухова на посту руководителя города способствовало достройке их крупнейшего торгового здания. И оно оставалось крупнейшей торговой недвижимостью Барнаула до 1909 года, пока не был построен пассаж Смирнова, сгоревший. Но он в том-то и дело, что сгорел и был разобран, а это здание есть. Дом Сухов и сыновья всю свою историю был торговым. В советский период там располагался крупный универсам. Здесь покупали хлеб. Перерожденное здание тоже будет востребованным, уверены эксперты. А пока здесь восстанавливают несущие конструкции. Каждый кирпич, мало того, что проверяется, он еще и чистится, потому что он идет в этом историческом растворе, известковый, вручную его очищают и потом выкладывают стену. Сложнее работать, потому что и кирпич, он тяжелее в полтора или два раза, даже чем обычно, вот сейчас современный кирпич идет в пустоте. Но результат воодушевляет. Постоянно встречаются какие-то особенности, то там кладка скрытая, имеет дефекты, то там. Этот первый этап предотвратит обрушение. Евгений уже продумывает и второй. Что там разместится, какие инженерные сети, под что, можно под магазины, под кафе, под еще какие-то офисные. Вот это определяет проект приспособления. На стороне Арбата он видит общепит, внутри двора, общественное пространство, среди арендаторов и офисников тоже. Правда, нужно будет поискать тех, кто согласится на узкие коридоры, невысокие потолки. И все же в плане наполнения он готов следовать исторической линии торговой. Если ничего не помешает, вторая жизнь здания начнется в 2025 году. Если предприниматель подчеркивает особенность своей торговой точки, тем более ее длинную предысторию, что это не вчера он открыл на этом месте, а здесь до него торговали 150 почти лет, то он только от этого выиграет. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком. Анастасия Дороган